привет всем здравствуйте сегодня прямой эфир посвящен летней коллекции красок это камин ксун коллекция которая только ожидается все наверное фильтр поменяем коллекция красок которая была у нас первая она у нас вышла такая больше весенние приглушенные выбеленные оттенки а здесь у нас получается цвета чистые чистые классические здесь есть один ну да даже пара вот таких два неоновых но сейчас я их поближе выкрашу покажу вам понравится я сделала варианты дизайна с ними но я не делала ничего сложного поэтому я так думаю что в четверг когда у нас будет по расписанию художественная роспись ведь я сейчас строго сделала расписание распределила между экспертами это расписание когда классика будет идти на этом аккаунте когда презентация новинок а когда именно художественная роспись дизайн ручной вот поэтому более сложные варианты дизайна именно художественные ручные будем рисовать в четверг четверг в два часа дня вот а сегодня я сделаю выгрузку коллекции и покажу простые скоростные дизайны в стиле примитивизма и за это стиль тиктокера вот стиль тиктокера сейчас покажу вам что получилось так вот она эта коллекция коллекция называется sunshine hot классная коробочка также лимитка как обычно напомню что краски последние два года они выходят 5 миллилитров 5 миллилитров хватает более чем вообще на продолжительный срок использования краски что краска в отличие от гель-лака она может расходоваться действительно там годами не знаю вот удивительно вот казалось бы 5 грамм баночкой например 9 миллилитров гель-лак да так вот все равно гель-лак он уходит наверное в три раза быстрее чем краска несмотря на то что здесь объем 5 миллилитров здесь 9 миллилитров ну не знаю все равно быстрее намного вот поэтому краски очень рекомендую для тех кто любит работать классикой жесткими системами кто любит использовать гели в банках кто любит использовать нашу систему классическую черные флаконы это тоже как те же самые составы что в гели в гелях что гели в банках но только более жидкой консистенции они залиты в флаконы юля принеси мне черные флаконы эми гель system сейчас я вам покажу вот в идеале конечно краски для классики для нерастворимых систем вот но понятно что сейчас очень многие работают упорно только на гель-лаки классику не используют хотя я считаю что классика у нее очень маленький процент аллергии вообще там практически как исключение бывает но они очень редко редко встречаются в гель-лаках все равно даже самый гипоаллергенный гель-лак он есть вероятно что все равно вызовет аллергию что все зависит от здоровья человека сейчас кто бы чего не говорил вот так как здоровье у нас сейчас желают лучшего так ну и здесь такие дизайны приготовила смотрите очень яркие постаралась вот так вот в один дизайн засунуть все 6 оттенков и получается очень ярко такой стиле тик ток сейчас мы начнем с вами делать выкраску а потом перейдем к дизайну в четверг обязательно наташу коклюгину она на этом аккаунте будет вести ручную художественную роспись вот она именно порисует более сложное сегодня в четверг поехали кисточки мы с вами используем кисточку берем 6 юля принеси мне черные флаконы классика эми гель system сейчас я протру кисточку кисточки лучше хранить в базе классической в топе классическом не знаю в любом камуфлирующим геля они тогда намного лучше хранятся я одна такая больная смотрю на эти баночки прям слюнки текут да я такая же не переживайте тоже очень люблю все это так смотрите оттенок coral reef это один из оттенков который именно вот он неоновый в этой коллекции еще раз напомню у нас сегодня коллекция обзор это каминг сун что означает ожидается коллекция ее же начали отгружать в регионы дистрибьютором и на эми шоп она будет доступна в пятницу поехали конечно лучше всего краски наносить отдельными кисточками широкими я люблю именно шестерку брать не использовать четверку да а мне без разницы ну так вот флакончики показать вот кто знает нашу классическую систему во флаконах вот тоже идеально для этих красок кто работает нашей классической системой из флаконов или баночки больше предпочитаете краски они отличаются по консистенции от гель-лака есть конечно чуть пожиже есть чуть погуще но в общей сложности в основном краски они достаточно постозные вот этого очень удобно особенно для начинающих когда вам нужно сделать глубокое покрытие они меньше текут в отличие от гель-лаков они намного меньше текут сушим следующий оттенок очень классный как раз у меня ногти смотрите покрыты гель-лаком из коллекции вот а этот цвет краски очень похожи между собой просто в гель-лаке он такой более такой светлый хотя он вырви глаз вот этот голубой а в краске он чуть чуть темнее на том буквально вот на том кто-то покупает краски исключительно потому что например клиенты рисуют французский маникюр да потому что особенно на короткие ногти французский маникюр красками рисовать одно удовольствие вот тогда и торец более тонкий получается сейчас я знаете как сделаю по хитрому нужно камере поднести темную упаковку все и вот видите он зрительно начинает светлеть этот оттенок если мы положим мою ручку рядом будет видно чуть-чуть оттенки отличаются вот это более светлый оттенок и такой более темный оттенок код де азур не знаю правильно прочитала или нет краску же на укрепленные ногти наносит вашим базовом курсе освещает этот вопрос на обучение до краску нужно наносить на укрепленные ногти если вы просто взяли например базу гель-лаковую и помазали тоненько то на таких мягких ногтях а это ногти мягкие получаются есть вероятность что краска она может сколоться вот а так вообще сейчас мне кажется уже никто так не делает сейчас если даже гель-лаком работает то ногти делают с укреплением чтобы продольный изгиб поперечный изгиб чтобы толщина была на торцах боковым сторонам была толщина если все все это соблюдать то краска прям супер стоит во первых у нее еще очень экономичный расход в отличие от гель-лака и соответственно себестоимость ниже давайте возьмем orange sunset оранжевый вкуснейший оранжевый очень красивый тоже из этой коллекции вот на что наносить краску самое главное на что наносить краску должна быть дисперсионная пленка либо зашлифованная поверхность вот это самое главное это возможно такой небольшой минус у краски да потому что в принципе гель-лак это такие полиуретаны которые ну реально стоят даже на самой поганой поверхности гель-лак он же резина по факту он стоит везде то вот краску нужно наносить желательно на дисперсионную пленку дисперсионная пленка у вас от чего может остаться вы например моделирование скульптурой сделали у вас остается дисперсионная пленка и вы на эту дисперсионную пленку наносите краску либо если вы делали коррекцию с запилом до запилили зашлифовали и уже по зашлифованной поверхности краска тоже очень хорошо ложится от гизирует вот но лучше всего конечно не нравится когда на дисперсию мы красочку наносим вот в принципе этого два основных условия которые нужно соблюдать это хорошо смоделированные ногти грубо говоря должна быть толщина чтобы ноготь у вас не гулял у меня сейчас ногти классикой замоделированы видите я их как бы сейчас не гнула они мне не гнутся потому что это классика это не гель-лак как бы я сейчас не пыталась гнутся то здесь конечно если нанести краску или нарисовать тоненький французский манитюр будет идеально все стоять очень крутой цвет я считаю наверное он самый вкусный в этой коллекции здесь это зеленый вот обратите внимание какой красивый перламутровый сейчас зеленый он вот уже какой сезон второй год тоже наверное сезон четвертый даже пятый сезон зеленый набирает обороты этих зеленых оттенков их очень много и здесь в эту коллекцию мы решили добавить неоновый именно с перламутром с красивым смотрите какой вкусненький такой у нас еще зеленого не было даже гель-лака хочется такой тоже сделать блин красочки они как как паста такая ложится так приятно не хорошо выравниваются кисточку держите параллельно поверхности старайтесь сильно под сильным углом старайтесь не держать его до чтобы когда параллельно наносим когда между кисточкой и ноготочком получается такое небольшое воздушное пространство когда вы не давите на так мягенько все распределяют ведь какой оттенок красивый симпатичный holidays еще раз напомню сейчас я делаю обзор новинки которая у нас поступит в продажу ориентировочно в пятницу это на официальном сайте возможно в регионах он появится раньше этот набор вот потому что например если москва уже заказала этот набор да ну московский дистрибьютор он наверное самый активный он имеет самый большой ассортимент в наличке у себя на складе эми вот и я думаю что например в москве этот набор уже есть уже наверное доехал вот может быть уже завтра доедет вот hot sunshine у меня здесь кстати смотрите в кадр попадает тоже новинка но это в июне будет смотрите какие у нас будут красивые акригели это же в акригели решили опять добавить неоновый зеленый любите работать акригелями это вот мы сейчас планируем вот кстати поставьте плюсики какой вам оттенок здесь больше всего нравится или нравятся все оттенки мы сейчас пока думаем ну скорее всего да чем нет выйдут акригели вы такие с блёсточками нам еще осталось два цвета с вами выкрасить ой краски вообще такая удачная коллекция получилась я сейчас очень рада то что в тренде наконец уже клиенты не боятся одежду покупать яркую и краски гириллаки если в том году когда мы показывали а позапрошлом когда мы показывали яркие цвета все у всех просто паника начиналась кто этим покрывать будет сейчас клиенты готовы и носить такое в гардеробе и обувь такую покупать и сумки покупать и ногти покрывать яркими так ну понятно что мы не смогли пройти мимо лавандового в краске мы тоже добавили лавандовый оттенок потому что цвет года понтона это такой припыленный лавандовый цвет мы здесь не стали делать грязный оттенок вот мы добавили такой чистый классический лавандовые симпатичную такой с небольшой крошкой с небольшой крошкой возможно крошка сейчас не очень сильно читается но там есть такая небольшая голубая крошечка в принципе это не суть важно по факту он все равно клиент будет видеть его как его цвет чистой лаванды так у меня ложечки закончились юля слушал меня ложечки закончились принесешь мне так ложечки закончились прям буквально одну штучку нужно так вот она наша лаванда лаванды много конечно в одежде клиенты все разные например я в этом сезоне лавандовый не ношу в одежде я предпочла яркие оттенки не очень много зеленого оранжевого и розового да вот кто-то наоборот больше в гардеробе держит вот такого голубого зеленого да и все это сочетает с лавандовым да вот сейчас мы так прикроем смотрите очень многих в гардеробе например идет зеленый такой трендовый голубой и например очень много лаванды яичных желтых пастельных каких-то салатовых сейчас цветов столько много трендовый что просто глаза разбегаются самое главное что основной тренд это микс чистых цветов микс вот какие бы вы вещи не покупали яркие они все абсолютно и пастели яркие и просто чистые классические цвета они между собой все дружат они между собой все дружат сейчас мы потихонечку уже подходим к дизайну сейчас начнем рисовать с вами так желтый желтый приятный он и не вырви глаз да вот как мы сделали вот у нас если взять гель-лаки коллекцию там прям вырви глаз желтый очень вкусный вот а здесь он и не пастельный что нельзя сказать yellow sand что он пастельный он тоже достаточно классический вот но с белым подтоном здесь составе идет белый пигмент соответственно можно сказать это такая яркая пастель хотя если взять одежду конечно много и прям вообще пастельных пастельных оттенков желтого и более лимонный пастельные и теплый пастельный желтый вот я сделала вот так и не туда и не сюда вот тоже симпатичные но они между собой классно сочетаются понятно что рекомендуется наносить в два тонких слоя вот хотя при желании вот некоторые оттенки они могут наноситься и в один слой лучше так не делать потому что есть вероятность что вы где-то переборщите с толщиной это просто все не просохнет что представьте какая высокая пигментация у краски на намного выше чем гель-лак поэтому будьте внимательны наносите кисточка плоская желательно отбрать именно широкую кисть она будет лучше распределять на поверхности я вам сейчас кстати положу рядом коллекцию гель-лаков летнюю чтобы вот вы сравнили юля а принеси мне коллекцию гель-лаков мой импульс сейчас мы рядышком положим чтобы вы посмотрели разницу мой импульс давайте вот так вот желтый к желтому положим вот видно да что в гель-лаках мой импульс здесь более такие яркие цвета хотя лаванда например чуть темнее оранжевый чуть-чуть отличаются ну похож вот видно в чем разница между красками гель-лаками зеленые видите здесь такой зеленый трендовые яблоко а здесь он видите неоновый перламутровый вот здесь более такой небесный небесный самый красивый голубой вот который много лет просили сделать именно небесный такой вот цвет голубого здесь между синим и лавандовым 365 вот хотя если брать что это оба два трендовых цвета и 371 и 365 вот у меня как раз 371 ногтях то в краске он видите какой он более насыщенный ну тоже красивый она кстати нанести поднеси чем черное рядом когда черное рядом наносишь смотрите сразу светлеет все краски так ну все давайте дизайн делать давайте белый дизайн дизайн и в стиле тик ток элементы используются детских ресурсов рисунков линий такой стиль примитивизм инфантильный я бы сказала такой рисунок но клиентам сейчас это очень нравится очень заходят и не только молодым но даже возрастным потому что в одежде присутствуют яркие цвета и в контексте вот с такой яркой одеждой маникюр в таком стиле он очень хорошо сочетается все оттенки красочки в отличие от гириллаков не все у нас есть витражные краски вот их нельзя так открыто держать вот ну и постоянно конечно вот так открытые банки тоже плохо особенно если это зима клиент в махеровом свитере на вас свитер этот весь мусор летит в эти открытые банки поэтому можно например периодически просто переливать в палитра это все вот чтобы выкладывать куда-то чтобы экономичнее было конечно просто использовать например из баночки вот выбираете какую-нибудь волну зигзаг и начинаете мало монотонно если делать конвейером то это быстро когда делаешь конечно один ноготь это долго можно просто рисунок чем давайте поменяем сделаем вот такой и будем его повторять все задали рисунок и поехали здесь видите волна более мягкая у нас сейчас будет другой рисунок более остро давайте следующий зеленый возьмем даже несмотря на то что этот зеленый перламутровым в принципе достаточно плотный для элементов росписи я очень люблю как у миссони рисунок просто зигзаг например делаете зигзаг разными цветами во первых это и не рисующий мастер сделает и это выглядит очень стильно когда вы делаете вот такой принт вручную все и поехали так монотонно заполнять все это можно сказать и попробовать сделать миссони просто зигзагом все то же самое тоже будет очень красиво мне кстати понравилась вот эта тема рисуете кругляшки потом линером потом линером просто рисуете точечки ротики наклеечку наклеили шарми кончик вот очень быстрый дизайн и это классно делать на белой базе вот обязательно как фон будет использовать белую базу я вот здесь эйсбейс использовала на белых базах очень хорошо смотрятся яркие элементы росписи вот это например самая вот как бы оптимальная что вроде как яркие ногти но в то же время молочная база она немножко успокаивает скажем так этот вырви глаз дизайн здесь можно работать не спеша аккуратненько потому что это краска краска отличается по консистенции друг от друга тут зависит от того какой шиммер какой цвет пасты добавлен но это все равно намного гуще намного гуще чем гель-лаки французский маникюр очень удобно делать французский маникюр еще с ложечку взяла французский маникюр особенно если делаете не вот такой кисточкой а скошенный квадрат вы берете для краски тоже особенно для начинающих мастеров это очень удобно во первых и французский маникюр более тоненький получается вот поэтому красочки они экономичнее намного чем гель-лаки чем не обязательно все такие ногти делать можно же часть ногтей сделать просто разноцветными один ноготь оранжевый другой голубой лавандовый так давайте миссу не сделаем миссу не он будет более геморрный вот но если пару ногтей из десяти вот так сделать блин это будет такой кайф будет все время хотеться трогать такие ногти несмотря на то что там не будет сложного рисунка сейчас мы наклеим давайте так будет быстрее если я буду комбейером сейчас показывать краски кстати схватываются быстрее намного чем гель-лаки так миссу так делаете зигзаг лучше сделать широкую линию чтобы быстрее закончить то есть слишком много худых будет долго будете рисовать и вот так монотонно просто когда работаете конвейером быстро это делается видите когда я получается сижу жду когда каждая линия подсохнет получается долговато так еще раз напомню это краски из новой коллекции которые только-только начали вот на этой неделе отгружать дистрибьютором нашим представителям это значит концу недели тоже появится на и мишу потому что мы сначала отгружаем представителям а потом уже чуть попозже вешаем на сайт так просто мыалось лишь закамуфлированные ногти получается свободный край будет просто пустой На свободный край можно, например, что-нибудь просто наклеить. Здесь вот если делать как мисуни, то лучше сделать полностью весь ноготь от кутикулы до свободного края. Кстати, напишите, как качество эфира. Я сильно не парюсь за симметричность вот этого зигзага. Ну, то что-то лишнее. Можно вот голубым и закончить. Сушим. То же самое, только волна. Можно, кстати, вот тоже свободный край, если не хотите, оставлять пустым. Можно один цвет вот так добавить. Так. 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 Тем более сейчас лето через полмесяца. И в тренде не только яркие цвета, но и сочетание ярких цветов с какими-то принтованными вещами. Там, например, однотонный низ и принтованная рубашка тоже яркая. И принты и психоделические такие, да, больше как геометрия. И принты тропические, цветочные, чего только нету сейчас. Сейчас просто на удивление настолько много всего яркого, сочного. Так. Так. Дарим вот так свободный край. Самый, конечно, простой вариант дизайна, это когда яркие полоски просто на камуфлирующем ноготочке. Сейчас клиенты вот любят такие простые примитивные дизайны с яркими цветами. Так, надо, чтобы мне кто-то комментарий почитал, иначе я так буду долго отвечать на ваши комментарии. Так. Вот этот вариант готов. Сейчас мы берем т-класс. Т-класс. Потому что я хочу это еще дополнить все шарми кончиками. Все сделали. Суши. Отлично. Есть. Есть. Есть есть. Эти. Какой нить. Есть. Есть. Вот этот вариант. Какой нить